Продолжение следует... Продолжение следует... Здоровье детей – это здоровье нации. Как известно, этот лозунг нашел свое отражение во многих федеральных и государственных образовательных стандартах. Как дошкольного образования, так и школьного образования. Мы знаем, что на данный момент, поступая в школу, уже 85% детей имеют те или иные нарушения. Это могут быть соматические нарушения, могут быть психические нарушения. И растет количество детей, имеющих именно психоневрологические заболевания. По данным статистики, дошкольники уже от 17 до 18% имеют хронические заболевания. То есть, в свои уже 5-6 лет дети у нас уже с хроническими заболеваниями. Если говорить об опорно-двигательном аппарате, это от этих 17% уже 30%. Почему это происходит? Потому что дети у нас очень мало двигаются. Вспомните, наше детство мы с улицы, допустим, не уходили. На данный момент очень мало детей, которые постоянно находятся на улице. Что касаемо нервной системы, это тоже, это большие показатели, это 27-30%. Отданных пищеварения, это тоже 27%. И аллергические проявления, на аллергические проявления реагируют 25% детей. С каждым годом эта статистика ухудшается и наблюдается ухудшение здоровья детей. Если говорить о выпускниках, то 90% детей уже выходят из школ больными и имеющими отклонения в состоянии здоровья. Если мы говорим с вами о здоровье, сберегающей технологии, то это один из современных инновационных видов технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников образовательного процесса. Что у нас здесь очень важно? Очень часто говорят о том, что здоровье, сберегающие технологии у нас направлены только на наших детей. Нет. Мы в этот момент должны думать не только о детях, но и о учителе. Себя мы тоже в какой-то мере должны беречь. Не только здоровье, сберегающие технологии применяются на детях. Использование таких технологий имеет двустороннюю направленность, как я уже и сказала. Первое – это формирование у обучающихся основ палеологической культуры, то есть научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье и организации образовательного процесса без негативного влияния на здоровье детей. То есть здесь мы учим детей самостоятельно заботиться о своем здоровье, плюс мы со стороны поддерживаем их здоровье. Здоровье, сберегающие технологии, отлично на данный момент сочетаются с традиционными формами и методами в педагогике. Дополняя их различными способами осуществления оздоровительной работы. Использование таких технологий, то есть здоровье, сберегающих, решает ряд определенных задач. Что у нас происходит здесь? Закладывается фундамент хорошего физического воспитания, повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников. Когда мы используем игры, мы знаем, что игра – это любимый вид деятельности не только наших дошкольников, но и школьников. Игра остается любимым видом на протяжении, наверное, всей жизни человека. И за счет этого мы сохраняем психическое здоровье наших учеников. Также проведение профилактической оздоровительной работы, ознакомление школьников и дошкольников принципов ведения здорового образа жизни, мотивация детей на здоровый образ жизни, формирование полезных привычек, формирование, как я уже говорила, валиологических навыков, формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой и воспитании ценностного отношения к своему здоровью. То есть у нас ребенок должен понимать, что здоровье ценно. Не так, что он у нас маленький, и он ничего не понимает, ему ничего не нужно. Нет, так мы ни в коем разе не должны с вами думать. Если мы говорим о комплексном подходе, для обеспечения комплексного подхода к обучению, мы можем рассмотреть несколько видов современных здоровьесберегающих технологий. Какие же это у нас технологии? Первая технология – это медико-профилактическая. Что у нас обязаны делать образовательные организации? Мы говорим об образовательных организациях. В общем, это не только детский сад, это и наша школа. Первое – это проведение медосмотров. Мы знаем, что у нас при поступлении дети проходят медосмотры. Так, минутку. Кто-то пишет, что нет звука. Подскажите, пожалуйста, есть звук или у кого-то просто отключен микрофон. Извините, сейчас. Так, все, достаточно, спасибо. Тогда этот вопрос уже не ко мне. Извините, я отвлеклась. Давайте вернемся к тому, какие же виды современных здоровьесберегающих технологий у нас есть сейчас. Первый вид – это медико-профилактическая, как я уже сказала, проведение ежегодных медосмотров. Мы знаем, что наши поликлиники проводят диспансеризацию. Также контроль за состоянием и здоровьем детей. Также противоэпидиомиологическая работа – это вакцинация. Это вакцинация идет на усмотрение, опять же, родителей и организация специализированных коррекционных групп. Но вот здесь остается под вопросом, потому что многие школы сейчас убирают именно коррекционные группы и включают детей в общие классы. Хорошо это или плохо, остается, опять же, вопросом. Следующий момент в медико-профилактической технологии – это санитарно-гигиеническая работа плюс профилактика многих заболеваний. Мы знаем, что классным руководителям либо специально человеку, который занимается этим, человек должен проводить, первое, это профилактические беседы либо какие-то профилактические мероприятия, чтобы никогда у нас уже дети наши заболели и было бы уже поздно, а мы должны заранее оградить их от каких-либо заболеваний. И следующее очень важное – это контроль качества организации питания. Школа у нас обязана организовать питание, ну, на данный момент это начальные хотя бы школы, это обязательства школы. Следующий момент, следующий вид здоровоизберегающей технологии – это физкультурно-оздоровительные, да, проведение спортивных мероприятий, их никто не отменял, естественно. Следующее – это организация прогулок. Мы знаем, да, если у нас дети остаются на продленку, то это обязательно прогулка. Следующее – это валиологическое занятие и проведение подвижных игр, да. Недаром наши физкультминутки мы всегда включаем в наши занятия. Следующий момент, который тоже нужно обратить внимание и не нужно его упускать – это валиологическое образование родителей, потому что мы все с вами знаем, у нас родитель – это авторитет для ребенка, ни один учитель, наверное, не будет таким авторитетом, как родитель, и именно образование родителей мы ему тоже должны уделить большое внимание. А что у нас происходит здесь? Мотивация родителей к ведению здорового образа жизни, да. Мы очень часто слышим фразу, что если вы хотите начать воспитывать ребенка, начните воспитание с родителей, да, либо начните воспитание с себя, если вы хотите воспитывать своего ребенка так, как положено, да. У нас дети всегда смотрят на своих родителей. То есть одна из главных задач – это мотивация родителей к ведению здорового образа жизни, обучение родителей способов взаимодействия с детьми по формированию у них валиологической культуры. Следующий момент – мы с вами посмотрели, что мы должны делать с детками, что мы должны делать с родителями. И следующий момент – это валиологическое просвещение педагогов, да, ознакомление воспитателей с инновационными здоровьезберегающими технологиями и способами их внедрения, а также мотивация к здоровому образу жизни учителей и воспитателей, расширение знаний о возрастных и психологических особенностях, да. Мы должны, ну, наверное, это больше либо руководители организации, либо психологи должны проводить ежегодные семинары по этим моментам. И также здоровьезберегающие образования детей – это формирование у детей валиологических знаний и навыков. Только если мы с вами реализуем все указанные виды здоровьезберегающих технологий, можно достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на здоровье обучающихся, да. То есть у нас здесь работа должна проводиться не в одном направлении, только с учениками, а мы должны проводить ее комплексно, то есть со всеми участниками образовательного процесса. Если мы говорим о здоровьезберегающих технологиях, давайте, ну, мы, я напомню вам, какие же здоровьезберегающие технологии, в общем, не только игровые, и игровые здесь будут, у нас существуют. А первое – это то, что у нас никто не отменял, да, это наши физкульт-минутки. Одним из наиболее простых и распространенных видов здоровьезберегающих технологий, чаще всего это у нас либо дошкольное образовательное учреждение, либо младшая школа, являются физкультурные минутки, да. Их еще называют, сейчас стали называть динамичными паузами. Все знают, что это кратковременный перерыв в интеллектуальной или практической деятельности, во время которых дети выполняют несложные физические упражнения. Цель, если мы говорим о цели таких физкульт-минуток, заключается в чем? Смена вида деятельности. Мы знаем, да, что внимание детям очень сложно держать на одном виде деятельности. Этим мы предупреждаем утомляемость наших детей, да, и после физкульт-минутки они более активно начинают включаться в деятельность. Следующее, снятие мышечного, нервного и мозгового напряжения, да. Если мы выполняем какую-то работу руками, то при помощи физкульт-минутки мы расслабляем наши мышцы. Точно так же, если у ребенка активная мозговая деятельность, да, или нервное перенапряжение, возможно, ребенок либо очень сильно увлечен, либо у него что-то не получается, то физкульт-минутка может помочь ему переключиться и немножечко расслабиться. А также активация кровообращения, да, у нас физическое упражнение дает толчок к тому, чтобы кровь двигалась быстрее. Активизация мышления, повышение интереса детей к ходу занятия, потому что еще такой момент, что наши физкульт-минутки рекомендуется проводить, чтобы физкульт-минутка по теме соответствовала нашему занятию, да, не так, что мы выдернули какую-то физкульт-минутку, совершенно не касающуюся темы, а если она будет касаться, то дети будут больше заинтересованы в вашей деятельности и создание положительного эмоционального фона, да. Если говорить о динамичных паузах или физкульт-минутках, они имеют некоторые особенности. Первое. Они предназначены для выполнения в условиях ограниченного пространства, да. У нас дети стоят возле парты, стола или в центре комнаты, если есть такая возможность. То есть, так как на уроке мы не можем детей отвезти в спортивный зал, то мы это делаем в классе. Следующее. Большинство физкульт-минуток, как я уже говорила, да, должны быть связаны с темой самого занятия, и они чаще всего сопровождаются стихотворным текстом или же выполняются под музыку. Если говорить о чистоте этих минуток, физкульт-минуток, то они должны длиться одну-две минуты. К выполнению физкульт-минутки привлекаются все дети класса, да, не так, что у нас один ребенок это делает, это делают все детки. Не требуется спортивная форма или инвентарь, как часто мы проводим. Если мы видим, что часть ребят устала, то, естественно, необходимо провести физкульт-минутку. Следующий момент, следующий вид технологии – это у нас дыхательная гимнастика. Ее очень любят использовать логопеды. Изучение многих работ показывает, что самым популярным видом здоровья сберегающей технологии относится дыхательная гимнастика, да, ее мы тоже можем выполнять в виде игры. Она представляет собой систему дыхательных упражнений, которые входят в комплекс по коррекционной работе, по укреплению общего здоровья ребенка, да. С чем же помогает нам наша дыхательная гимнастика? Это улучшение работы внутренних органов, да, у нас поступает большее количество кислорода, соответственно, начинают внутренние органы лучше работать. Следующее – активизировать мозговое кровообращение, повысить насыщение организма кислородом, как я уже сказала, тренировать дыхательный аппарат, осуществлять профилактику заболеваний органов дыхания, повысить защитные механизмы организма, восстановить душевное равновесие и успокоиться, да. Мы знаем, что за счет дыхания мы всегда можем успокоить ребенка. Если, допустим, класс перешел в состояние сильного возбуждения, да, то можно предложить им какую-то дыхательную гимнастику, которая своим ритмом поможет классу успокоиться. И также нам дыхательная гимнастика помогает развивать речевое дыхание, да. Мы все с вами знаем, чтобы правильно говорить на занятиях, даже правильно играть, необходимо правильно дышать. На занятиях по дыхательной гимнастике нужно соблюдать, опять же, несколько правил проводить, рекомендуется нашу дыхательную гимнастику в хорошо проветренной, извините, проветренной комнате и до приема пищи, да. Не так, что у нас детки только что пришли с обеда, и мы проводим дыхательную гимнастику. Для выполнения дыхательной гимнастики также не требуется особая форма одежды, однако нужно смотреть тот момент, чтобы одежда не стесняла грудную клетку и не стесняла живот детей и движение его. В ходе выполнения нужно очень тщательно следить за вдохами и выдохами. Следует учить детей вдыхать через нос, вдохи должны быть короткими и легкими, а выдыхать через рот, то есть вдох должен быть долгим. Если необходимо, по дыхательной гимнастике тоже можно будет провести вебинар, очень интересный момент. Следующая дыхательная гимнастика также включает упражнения на задержку дыхания, и важно, как я уже сказала, следить за тем, чтобы дети не напрягали мышцы тела и не двигались плечи, да. Мы учим детей дышать легкими и дышать полностью телом. Следующий момент, который очень тоже интересен для детей, это пальчиковая гимнастика. Это вид здоровьесберегающей технологии, тоже применяется и в игровых здоровьесберегающих технологиях, не только для развития мелкой моторики рук, что важно для подготовки ребенка, особенно дошкольника, но и для решения проблем с речевым развитием. Опять же, пальчиковую гимнастику у нас очень тоже любят использовать логопеды. Помимо этого, такая гимнастика способствует развитию, первое, это оседательных ощущений, координации движения пальцев рук и творческих способностей дошкольников, но и школьников тоже, да. Младшие школьники тоже с удовольствием будут выполнять пальчиковую гимнастику. Пальчиковая гимнастика проводится в форме инсценировки, извините, стихотворных текстов с помощью пальцев, да, у нас участвуют наши пальчики, наши ладошки. В ходе проведения дети производят активные и пассивные движения пальцами. Следующий момент, используются такие виды упражнений при пальчиковой гимнастике, это у нас массаж, действия с предметами или материалами и пальчиковые игры. Рекомендуется делать пальчиковую гимнастику ежедневно. В ходе ее выполнения следует следить, чтобы нагрузка была на обе руки одинаковой. Не так, что мы поиграли с одной рукой, а про вторую забыли. Нет, нагрузка должна быть одинаковой, и каждый сеанс должен заканчиваться расслабляющим упражнением. Выполнять можно как в группе, так и индивидуально. Следующий очень важный момент, это гимнастика для глаз. Мы знаем, что на данный момент очень много деток, у которых имеются нарушения именно зрения. И с каждым годом, вот я вам приводила статистику немножечко выше, с каждым годом дети с нарушением зрения, их становится, к сожалению, все больше, больше и больше. А, естественно, ну, никто не отменял наши гаджеты, из-за которых тоже у детей в какой-то мере портится зрение. Ну, и в общем, да, обстановка со зрением, ну, не только в нашей стране, но и в мире с каждым годом, к сожалению, становится хуже. Поэтому гимнастика для глаз, да, раньше ее прям так вот строго-строго у нас выполняли только, наверное, учителя компьютерных классов, но сейчас все чаще и чаще ее начинают применять уже все учителя. Как я уже сказала, что гимнастика для глаз относится тоже к здоровью сберегающим технологиям. Что же это у нас такое? Она подразумевает проведение системы упражнений, направленных на коррекцию и профилактику нарушения зрения. А зачем же нам необходима гимнастика для глаз на наших уроках? Вроде бы все просто, да, даже если мы не сидим с вами за компьютером, глазки детей работают постоянно, и не только глаза детей, да, вместе с ними выполняет эту гимнастику и педагог. Зачем мы это делаем? Первое – это у нас снятие напряжения глаз. Второе – это предупреждение утомления, да, у нас дети точно так же отвлекаются от своего задания, да, переключают внимание на другое задание. Следующее – это тренировка глазных мышц и укрепление глазного аппарата. Для выполнения такой работы, для выполнения такой гимнастики достаточно тоже 2-4 минуты. И главное правильно в данной гимнастике, в данной гимнастике главное правило в том, что глаза должны двигаться только глаза. Голова у нас двигаться ни в коем случае не должна, да, а у нас голова остается в неподвижном состоянии, кроме случаев, где предусмотрены наклоны головы. Есть у нас такие упражнения. Если в упражнении конкретно прописано, что делаем наклон головы, тогда мы его делаем так, у нас работают только глазки. Следующий момент. Все упражнения у нас должны делаться стоя. Обычно, как я уже сказала, образец выполнения каждого действия показывает педагог, дети повторяют за ним. Часто такая гимнастика имеет, как и все наши дискульт-минутки, да, стихотворное сопровождение, и могут применяться некоторые предметы или же специальные таблицы, да, по которым наши глазки должны двигаться. Следующий момент – это психогимнастика. Она относится, психогимнастика, к инновационным здоровьесберегающим технологиям, которые используются для развития эмоциональной сферы ребенка, укрепления его психического здоровья. Цель, если говорить о цели психогимнастики, заключается в следующем. Это проведение психофизической разрядки, развитие познавательных психических процессов, нормализация состояния у детей с неврозами или нервно-психическими расстройствами, и коррекция отклонения в поведении или характере. Давайте я расскажу немножечко о психогимнастике. Это курс определенный. Это у нас, извините, отвлеклась на комментарии, я потом их перечитаю. И если есть вопросы, пожалуйста, отправляйте их в папочку «Вопросы», чтобы в общей папке мы потом их не искали. Если говорим о психогимнастике, есть определенный курс, это именно как курс используется, и каждое занятие состоит из четырех этапов. Это предполагается, первое, разыгрывание. Первое – это этюдов с использованием мимики и пантомимы. То есть мы показываем пока лицом и телом. Следующее – это у нас этюды на изображение эмоций или качеств характера и этюдов с психотерапевтической направленности. А чем же заканчивается наше занятие? Это психомышечные тренировки. Проводится минутка шалости, когда дети могут выполнять любые действия, которые им захочутся. Но опять же, в этот момент мы должны объяснить детям, что выполняем любые действия, но эти действия ни в коем мере, ни в коем случае не должны обидеть его товарища. То есть мы должны объяснить ребенку, что мы выполняем те действия, мы шалим так, но если бы это по отношению к нам было, было бы ли нам это приятно. С этой точки зрения мы должны объяснить детям, как мы шалим правильно. Следующий момент, следующая здоровьесберегающая технология – это ритмопластика. Это тоже, опять же, инновационный метод, который основан на выполнении определенных упражнений под музыку, специальных пластичных движений, и наши эти движения имеют оздоровительный характер. Цель нашей ритмопластики – это восполнение двигательного дефицита. Как я уже говорила ранее, у нас дети очень мало двигаются на данный момент. Либо они у нас сидят в школе, если они у нас не ходят на спортивные секции, то они у нас также очень мало гуляют во дворе, они по большей части сидят дома с телефоном. Есть такие дети, да, к сожалению. Если занимаются где-то в спортивной секции, да, у них движений немножечко побольше. Следующее – это укрепление мышечного корсета, да, то есть у нас наша пластика, наше движение под музыку, естественно, укрепляет наш мышечный корсет. В совершенствовании познавательных процессов мы работаем с пантомимой, с мимикой, с эмоциями, и также формирование эстетических понятий. Здесь формирование красоты, да, пластики и так далее. Как же у нас должна проходить ритмопластика? Это организовывается на форме специальных музыкальных занятий. Физические упражнения должны выполняться в медленном темпе, да, с широкой амплитудой, то есть пластично, медленно, и как бы амплитуда должна быть очень широкой. Эти занятия рекомендуется проводить дважды в неделю по 30 минут каждое, да, вот такие получасовые ритмичные занятия. И, опять же, касаемо еды не раньше, чем через полчаса. И следующий момент – это у нас игротерапия. Мы все знаем, что у дошкольников ведущим видом деятельности у нас является игра. Это никто у нас не отменял, и поэтому обязательным видом здоровья сберегающих технологий, особенно в дошкольных образовательных учреждениях и в младшей школе, должна являться игротерапия, да, в дошкольной – это вот, ну, как бы хотелось бы, чтобы было все хорошо, да, и мы применяли именно эту игротерапию. Эта технология подразумевает привлечение детей к участию в разнообразных играх, в ходе которых у них будет возможность, да, проявить эмоции, переживания и фантазию, да, то есть у нас дети играют и проявляют какие-то свои эмоции и так далее. Самовыразиться, дети играют и показывают себя, снять психоэмоциональное напряжение в игре, избавиться от страхов, потому что в группе… сейчас, извините, отвлеклась, опять повторюсь, вопросики, пожалуйста, в папочку «Вопросы». от страхов, как у нас избавляются детки, в группе, в которой они пришли в детский сад, либо пришли в школу, в группу, в которой они постоянно занимаются, то они наиболее лучше себя чувствуют, наиболее свободно себя чувствуют, поэтому им легче избавиться от страхов, да, стать увереннее в себе. И также, если говорить об игротерапии, это отличное средство для борьбы с детскими неврозами, да, при помощи игры мы избавляемся от наших неврозов. Следующее – это ароматерапия, она предполагает… но, опять же, ароматерапию мы, если проводим, это тоже здоровьесберегающая технология, но тут нужно быть внимательным и очень хорошо знать аллергические реакции деток, поэтому здесь нужно быть очень таким прям внимательным к этому моменту. Ароматерапия предполагает использование в комнате, где находятся дети, специальных предметов с эфирными маслами, а ее можно назвать как бы пассивной методикой воздействия на здоровье, да, это тоже наша здоровьесберегающая технология, поскольку сами дети никаких действий не должны выполнять, они могут заниматься любым видом деятельности и одновременно с этим вдыхать ароматические пары. Таким образом происходит улучшение состояния и самочувствия, и настроения детей, профилактика у нас простудных заболеваний, и решение проблем со сном. Эфирные масла можно наносить на многие вещества, также можно вместе с родителями изготовить какие-то аромоподушки и так далее. Но опять же нужно быть очень осторожным, потому что я уже говорила, да, очень много деток аллергиков, и на это нужно обратить очень большое внимание. помимо, которые я уже сказала, здоровьесберегающие технологии, можно использовать и такие виды, как фитотерапия, да, это наша терапия травами, но опять же нужно быть внимательными и узнавать, какая реакция будет у ребенка на ту или иную, ну, как бы травку. Следующее – это цветотерапия, музыкотерапия, да, музыкотерапию никто не отменял, она может быть точно так же, как и, допустим, аромотерапия, может быть в пассивном виде, не только в активном виде. И сейчас очень распространена эта песочная терапия, да, работа с песком, это рисование на песке, либо лепка из песка и так далее. Ну, суть всех тех технологий, которые я перечислила, она понятна, исходя из названий. Конечная цель, если говорить об использовании здоровьесберегающей технологии, это сохранение и укрепление здоровья детей, что служит обязательным условием повышения результативности учебно-воспитательного процесса, да, ведь мы заинтересованы, первое, это в здоровье наших детей, а второе, мы заинтересованы в том, чтобы повысить уровень и результативность учебно-воспитательного процесса, потому что только здоровый ребенок может стать хорошим учеником и успешной личностью. При использовании игровых технологий мы необходимо понимать, что применение игры на уроке требует соблюдения некоторых правил, да, потому что игра может быть таким заинтересованным моментом, а может быть и мешающим моментом в уроке. Давайте рассмотрим, какие же правила необходимо выполнять при применении игровых технологий, игровых здоровьесберегающих технологий на уроке. Первое, это отсутствие принуждения любой формы при вовлечении учащихся в игру, да, если кто-то у нас вдруг не хочет играть, мы не заставляем ребенка, мы не принуждаем его, а мы просто даем возможность ребенку включиться в игру немножечко позже. В игре обучающиеся, следующий момент, в игре обучающиеся должны руководствоваться принятыми в обществе нормами нравственности, основанными на гуманизме и общечеловеческих ценностях, да. Как я уже говорила, мы должны донести до детей, что все их действия, ну, любые их действия не только в игре, не должны обидеть их собеседника, не должны обидеть их товарища. Следующий момент, это игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально-волевой, интеллектуальной и рациональной физической сферы ее участников, да, игра должна у нас приносить пользу. В игре не должно унижаться достоинства ее участников, в том числе и проигравших, да. То есть мы объясняем детям, что все их действия – это игра, и если вдруг ребенок проиграл, то ничего страшного в этом нет, то мы должны определять, что в какие-то моменты дети выигрывают, в какие-то проигрывают, и все возможно. Следующий момент, обучающиеся должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее правила и идею каждой игровой роли, чтобы это не было так, что пойди туда, не знаю, куда принеси то, не знаю, что. Здесь дети должны точно понимать, зачем они это делают, то или иное действие. Игры не должны быть излишне воспитательными или излишне дидактическими. Их содержание не должно быть навязчивым и не должно быть надзирательным. Мы не должны учить и не должны контролировать. Также не должно содержать слишком много информации, какие-то даты, имена, правила, формулы. Мы можем с вами запоминать таким образом даты, правила и формулы, но это должно быть для ребенка легко и непринужденно. Преподаватель должен организовывать, направлять игру при необходимости сдерживать, но при этом не подавлять, и стараться обеспечить, дать возможность проявить каждому участнику, чтобы каждый из детей смог проявить себя и смог показать себя. И игра должна оканчиваться раньше, чем надоест. То есть дети должны быть заинтересованы. Если мы говорим с вами об играх, какие у нас игры могут быть, ну, как я уже говорила, что игра – любимая форма работы детей, особенно младшего школьного возраста. Существует много игр, которые можно назвать терапевтическими и здоровьезберегающими. Такие игры полезны для любых детей. Они общат, первое, дружному общению, пониманию и запоминанию также информации. Благодаря игре ребенок может смело высказать свое мнение и принять решение. Чем интереснее игровые события, которые используют на уроках, тем незаметнее ребенок усваивает тот или иной материал. Подвижные игры, если мы говорим о них, они играют большую роль в воспитании сознательной дисциплины детей и являются непременным условием каждой коллективной деятельности. Если мы делаем что-то в игре, то ребенку у нас проще запомнить. Если мы говорим о подвижных играх, давайте быстренько с вами посмотрим виды игр. Это первое, подвижные игры. Большинство подвижных игр имеет широкий возрастной диапазон. Подвижные игры у нас могут играть как совсем маленькие дети, так и взрослые. Что же делают наши подвижные игры? Развивают физическое состояние детей, физические качества, которые развивает как и легкая атлетика, допустим, но игровая деятельность делает это намного быстрее. Следующий вид игры – это развлекательная игра, допустим, игра забавы, игра с куклами, предметами и так далее. Такие игры расширяют интересы со школьника, формируют культуру общения и воспитывают чувство юмора. Театральные игры наделяют учеников полными ролями, и такие развлекательные игры помогают самовыразиться. Также могут быть такие игры, как развлекательные, это КВН, никто не отменял, допустим, юный детектив и так далее. Сейчас дети очень любят, они относятся и к развлекательным, и к развивающим, это следующий наш вид игры, игры-квесты. Дети очень увлечены в поиске той или иной информации. Если мы говорим с вами о развивающей игре, это особый вид игры, основанный на целенаправленном развитии и совершенствовании интеллекта на передаче важной информации. Такими приемами можно успешно пользоваться не только на занятиях, как психолога, но и на любых уроках, математике, чтении и письме. Развивающие игры учат детей видеть межпредметные связи, общие черты, сходства и различия вещей. Например, если мы говорим на уроках иностранного языка, можно часто встретить такую задачу. Найдите из списка вещей лишнее, да, или распределите следующие слова по трем категориям. Успешность развития ребенка зависит от овладения специальными знаниями, умениями и навыками по тому или иному предмету. Если мы говорим о тех детях, которые чувствуют себя неловко и не знают, как себя вести, то мы объясняем детям, как себя вести. Допустим, в ходе игры математические ручейки, когда каждый ученик следит за математическими вычислениями, которые выполняют товарищи, и придумывает свой пример на сложении и вычитании, это он выполняет в соответствии с правилами. Допустим, получил мячик, складывай пример. Если правило не выполняется, игра не получается, и он не решит, если он не решит предыдущий пример, то он не придумает свой, и команда не решает игровую задачу. Здесь у нас дети начинают помогать друг другу и более точно включаться в свои задания. Если говорить о функциях игры, функция игры – это разнообразная полезность. У каждого вида игры своя полезность, я вам ее уже перечислила. Если мы говорим о наиболее важных функциях игры, как педагогического феномена, то это социокультурное назначение игры. Игра – это сильнейшее средство социализации ребенка. Именно с игры у нас начинаются социально контролируемые процессы, и мы воздействуем на личность. Социокультурное назначение игры может означать синтез усвоения человека, богатство культуры, и то, как у нас ребенок усвоил ту или иную норму. Следующий момент – это функция самореализации человека в игре. Это одна из основных функций игры. Для человека игра важна как сфера реализации себя, как личности. Именно в этом плане ему важен сам процесс игры, а не результат, конкурентность или достижение какой-либо цели. Процесс игры – это пространство самореализации. Человеческая практика постоянно вводится в игровую ситуацию, чтобы раскрыть возможные или даже имеющиеся проблемы у человека и потом их снять. Следующий момент – это у нас коммуникативная игра. Если мы говорим о коммуникативной игре, это игродеятельность, которая через общение по игровым правилам она конкретна. Она вводит учащуюся на реальный контекст человеческих отношений, и любое игровое общество или коллектив, поступающий применительно к каждому игроку, он формирует у него коммуникативные навыки. Еще для чего мы можем использовать нашу игру – это диагностика, то есть способность распознавать процесс постановки диагноза, и игра обладает предсказательностью. Здесь еще есть несколько функций. Давайте перейдем именно к примерам, некоторые, которые подходят для групповой работы учащихся. Одна из игр – это такая интересная игра, как «Разброс мнений». Она представляет собой организованное поочередное высказывание участникам и групповой деятельности суждений об определенной проблеме или теме. Методической особенностью такого группового дела служит многочисленный набор карточек с недописанными фразами по материалу урока. Ребенок начинает читать ту или иную фразу, после чего он должен ее дополнить. Начальная фраза уже дает направление мысли, помогает школьнику в первый момент разговора начать двигаться, а потом уже ребенок идет дальше. Для успешной работы требуется создание взаимной поддержки. Здесь дети могут поддерживать друг друга и помогать друг другу. И также необходимо подбирать темы, которые предусматривают сосуществование нескольких подходов, чтобы, возможно, это был какой-то диалог. После чего в итоге можно суммировать полученные ответы и подвести их к учебным понятиям. Следующий момент – это игра «Вытащи вопрос». Данная форма работы обращена к проблеме постановки вопросов. Учителям необходимо объяснить ученикам, что на данный момент информационное общество меняется с очень высокой скоростью. И выходить из той или иной ситуации, у нас ученики должны уметь при очень короткие и сжатые сроки. То есть здесь мы объявляем момент тот, что мы должны очень быстро, вытащив тот или иной вопрос, ответить на него. После занятия стоит проанализировать этот момент при помощи вопросов. Допустим, какие вопросы ученикам понравились, какой вопрос был наиболее интересным, а также какой ответ показался более удачным и какие вопросы были трудными. Также, что доставило ученикам удовольствие и доставило ли удовольствие ученикам придумывать бы собственные вопросы. Следующий момент, следующая – это у нас игра. такая, как, допустим, лучший счетчик. Здесь у нас дети должны считать, допустим, хлопки. Тоже мы играем. Здесь у нас идет… Сейчас, минуточку отвлеклась. Считаем хлопки. Здесь идет просто игра на счет. Следующее – число «Бегущий навстречу друг другу». Это у нас дидактическая игра. Знакомство со словом числа 10. Что у нас здесь? Содержание игры. Учитель предлагает детям записать тетради ряд от 1 до 10. Даже от 0 до 10. Содержание игры. Учитель по порядку. И дугами показывает два числа, которые у нас бегут навстречу друг другу. И образует в сумме число 10. Затем просит написать примеры на сложение. Наверное, эта игра у нас используется всеми учителями начальных классов. Потому что дугами у нас обозначают все. Следующие математические ручейки я уже называла. Также существует еще такая методика, как загадки на уроках математики. Допустим, загадки, которые расширяют кругозор. Допустим, у него 4 лапки. Черненькая, хвостатенькая, лапки цап-царапки. Не летает, не кусает. Пара чутких ушей, а из класса в класс он гроза для мышей. Не пускает двойка, да? Здесь у нас ребенок должен созвучно поставить математические отношения и выяснить, что же у нас за ответ. Или же отгадайте-ка, ребятки, что за цифра акробатка. Если на голову встанет, ровно на 3 больше станет. У нас шестерка, если мы ее передвигаем, переворачиваем, извините, то у нас получается девятка. Именно это мы объясняем детям. Мы можем использовать стишки, можем использовать загадки, как я уже говорила. Ну, множество таких всевозможных загадок. Я уже не буду сегодня их перечислять. Если кому-то будет интересно, то я напишу вам свою почту и вышлю именно вот эти загадки, подборочку уже на почту. Ну, на сегодня у меня все. Если есть какие-то вопросы, я сейчас просмотрю в папочке вопросы. Если они есть, то я на них отвечу. Так, по поводу литературы, по проблеме. Наталья Геннадьевна, подскажите, пожалуйста, именно по игротерапии. Я, опять же, оставлю свою почту. Если будет вас заинтересует этот момент и будет интересно, то я вам, ну, уже мы в личном формате с вами разберемся с литературой. Да, действительно, ну, касаемо гимнастики, ну, во-первых, естественно, дети моют руки, дети моют руки перед началом занятий и не только перед началом нашей гимнастики и пальчиковой гимнастики. Они непосредственно, если мы работаем, дети моют руки. Да, это, естественно, не исключение. Так, организация ритмопластики и логоритмики похожи. Да, они в коей-то мере похожи, только есть различия именно в упражнении. Ритмопластика, она, могу сказать, немножечко легче. Что касается возрастных рекомендаций для каждой технологии, смотрите, и особенности работы в инклюзивной среде. Если у нас среда инклюзивная, я также работаю с детками ОВЗ, если мы знаем, что у нас есть в классе дети, которые не могут выполнять некоторые элементы, мы их обязательно заменяем, чтобы ребенок, у которого есть ОВЗ, ну, ограничения по здоровью, то ребенок не чувствовал свои, как бы, моменты, то, что он не может что-то выполнить. Мы должны исключить эти моменты и должны сделать так, чтобы все детки были на равных. А что касается возрастных рекомендаций, ну, игровые технологии никто не отменял, просто игра должна быть для более старшего возраста немножечко сложнее. Так, ну, по вопросам, если я на что-то еще не ответила, пожалуйста, продублируйте их. Сейчас я напишу электронную почту. Если будут какие-то вопросы, в течение недели я обещаю на них ответить. Ну, на сегодня у меня все. Еще жду несколько вопросиков. Вот я высылаю вам адрес электронной почты. Татьяна Викторовна, наверное, мы ждем вас, поскольку я вижу вопросов пока больше нет. Субтитры сделал DimaTorzok.